Завони мотор! Рядом с дошкольной в 103 детском саду развернулась строительная компания. В этом году здесь откроется дополнительная группа. Помещение для маленьких новоселов, окна уже вставили, стены под покраску подготовили. Еще заменят сантехнику, положат кафель, капитальному ремонту и обстановка прилагается. Закупим полностью все. Детские кроватки, стулья. Столы, игровую мебель полностью, постельные принадлежности. Мы сами по своим чертежам. Все было то, что нам удобно именно для детей. Вся игровая мебель будет и парикмахерская, и кухня, и игровые стеллажи, и уголок природы, кукольный уголок. В конце 80-х в этом детском саду было 12 групп. В середине 90-х воспитанников стало меньше. Группы сократили до 10. Так что сейчас, говорит руководство, тесно с новыми соседями не будет. Новобранцам отдали помещение, половину которого в последнее время занимала спальня. А во второй части находилась многофункциональная комната. А после ремонта гнездышко дополнительно примет около 25 детей с 3 до 4 лет. А это уже 92-й детский сад. Фронт работ здесь вдвое больше. Так что пока воспитанники переехали в дошкольные учреждения по соседствам. В этом году плюсом к уже существующим 8 группам будут дополнительно открыты еще две. Масштабная реконструкция, а нужно заменить окна, канализацию, водопровод, заново построить умывальные и туалетные комнаты, началась в понедельник. Для новобранцев, кстати, подготовят и уличные апартаменты. Веранды у нас в принципе все есть, по крайней мере 10 веранд у нас есть. Веранды хорошие, полы в них качественные, там еще ничто не сгнило. Все там в принципе очень прилично покрашено. Единственное, у нас нет финансирования на данный момент. И нет возможности сделать игровые площадки возле веранд. Еще в детский сад требуются кадры. В 92-й, например, нужны 4 старших и 2 младших воспитателя. Желающие занять вакантные места могут обращаться к руководству учреждения или в управление образованием. Всего в этом году в Череповце откроются 6 дополнительных групп в 5 детских садах индустриального района. На реконструкцию новых апартаментов для малышей городской бюджет выделил 3 миллиона 600 тысяч рублей. Благодаря таким рокировкам очередь за путевками в детские сады сократится как минимум на 120 человек. Мы не случайно это все в индустриальном районе обозначили по садам. Потому что раз в Шексинском микрорайоне в этом году у нас сад только еще строится. Следующий, который был на очереди. Поэтому тех деток, воспитанников, которые проживают в Зашексинском районе, необходимо где-то размещать. И мы решили поближе, чтобы не возить их в Заречье и так далее, хотя у нас есть и такое. Но решили поближе в индустриальном районе. Там именно сейчас есть необходимость, потому что там довольно большое количество, 1300 детей из Шексинского ездят. Завершение ремонта, монтаж и установка мебели под ключ группы сдадут в конце августа-начале сентября. Некоторые из-за обширного фронта работ чуть позже, в октябре. Так что уже в начале учебного года малыши справят новоселье в новых старых детских садах. Валентина Бушманова, Игорь Лапшов, информагентство «Череповец».